А перед началом этого видео я вам хочу сообщить, что у нас открылся второй сезон на сервере Майнкрафт, который будет еще круче предыдущего. Чтобы получить к нему вечный доступ, достаточно зайти на серверы всего лишь один раз, с любым уровнем спонсорства. Далее спонсорка будет необязательна. Если вас не интересует Майнкрафт, могу вам предложить другие бонусы. Например, полный доступ к моему личному VPN серверу. Так как сейчас проходят скидки, то это очень выгодно. Ссылочка на бусте в описании. Спасибо. Всем привет, я Эмбро, это Харсуфариан 4. Это финальная серия нашей кампании за Германию в моде, где Византия победила, отбилась от всех захватчиков, выжила. И это само собой отразилось на всем мире. Если вы не видели предыдущие серии, обязательно посмотрите, потому что там реально интересно. И не так давно мы с вами здесь разобрались с Россией. Прошла великая война, конечно, в кавычках, потому что кроме нас, Византии, ну, Мария нет, так еще и России с той стороны никто и не участвовал. Кстати, еще Империя Северных Марий, да, она тоже участвовала. Сначала вообще нашего прохождения, и она огромный вклад внесла в то, чтобы ослабить Россию, потому что мы встретили ее войска, которые вообще не боеспособны. Они огромные потери понесли в войне с Скандинавией. Поэтому война тут просто была налегке проведена. Отбили здесь западные территории России, теперь такие вот границы ровные. При этом все остальные земли Россия сохранила, и она имеет вполне много возможностей для камбэка. Но я так понимаю, она им заниматься не будет. Но это не важно. Важно то, что сейчас мы наконец-то посмотрим, что из себя представляет Черное Солнце. Пока Бисмарк выкуривал сигару, а два Фридриха, как обычно, спорили между собой о плане наступления, в зал главнокомандующего зашел он, Эрнст фон Врэнгель. Но с ним явно было что-то не то. То ли лицо слишком довольное, то ли походка слишком молодая. Хотя ответ гораздо проще, ибо зашел он не в привычной для себя белой форме, а в форме одного из высших чинов Черного Солнца. Пока они были в шоке, Эрнст мирно занял свое место и спросил, какая тема на повестке дня стоит первой. Бисмарк фыркнул, но достаточно спешно ввел его в курс дела, после чего началось самое обычное обсуждение планов для ближайших операций. Правда, в этот день во всем зале висела мрачная атмосфера. После окончания собрания, Врэнгель ушел первым, оставив Фридрихов и Бисмарка наедине. Отто быстро поднял взгляд на тех двоих. Ну что, Фридрих, доигрался в царька, сказал мрачно Бисмарк. Я тебе скажу одно. Кончай с этой ситуацией быстрее, пока власть еще в руках правительства, а не этих безумцев. Но, что я могу, Отто? Моя власть ограничена конституцией. Резко ответил Фридрих Третий. Знаешь, в такой ситуации можно сделать лишь одно. Говоря это, Бисмарк зажег очередную сигару. Одна четко спланированная операция по обезглавливанию Черного Солнца. Допустим, назовем ее Валькирия. Тебе осталось лишь найти тех, кто продумает и исполнит. После этого Бисмарк поспешно покинул зал. А Фридрих остался лишь с одной мыслью. Валькирия. И то, как все устроить. Выгнать предателя. Эх, Врангель, что же ты делаешь? Вот, влияние Черного Солнца растет. Врангель станет Черно-Солнечным офицером. Атака, прорыв, восстановление минус 10%. Ладно, в любом случае, сейчас ждем дальнейшего развития событий. А пока что тут я беру фокус на экономику. В любом случае, если нас сейчас прям резко переведут Черное Солнце, вот эти фокусы я брать уже не смогу. А вот эти, наверное, смогу. Ну, сейчас, короче, этот один возьму, а потом вот эти начну брать. Ну, мне кажется, что нас уже будут перекидывать. Сегодня в 5.27 Берлин начал пылать огнем. Черное Солнце подняло свои штурмовые группировки и начало захват административных зданий. Такой расклад не был предсказан никем. Большая часть нашего правительства просто спала в своих домах. Но теперь каждый, кто мог защитить будущее нашего государства, был вынужден стать щитом перед угрозой Черного Солнца. К 12 часам почти весь Берлин уже пал под натиском Черного Солнца, и у правительства остался последний оплот, а именно Рейхстаг. Сейчас собираются последние бригады полиции и добровольцы, ведь, по всей видимости, силы Черного Солнца уже выдвигаются в сторону последнего оплота. Это сражение определит будущее всей Германии. Нет, с учетом идеологии Черного Солнца сейчас на карту поставлено будущее всего мира. Блин, знаете, я уж на самом деле не так уж и хочу это Черное Солнце приводить, но все же это сюжет нашей кампании, и он таким будет. Кстати, гвардия отбросила их. То есть мы можем изгнать Черное Солнце просто в ивенте за одно решение? Так просто... Нет, скорее всего это не так просто. Потом, может быть, еще какие-то сюжетные повороты будут. Но сейчас нам нужно проиграть. Мда. Жалко ОТО, конечно. Но проигрываем. Германские тайны. Сегодня мировая общественность узнала тайные испытания на острове Южной Георгии. Главной тайной этого полигона является испытание лейпальдитового оружия. Вероятно, никому, кроме самих германцев, неизвестны результаты испытаний. Ну, там было неудачно, мы это помним. Но понятно одно. Что бы там ни происходило, это изменит все последующие войны. Там еще не успели восстановить. До сих пор реактор чиним. Там просто фиганол вообще все посносило с этого острова. Так что восстанавливаем. Радиации вроде нет, нормально. 30 человек, да не, все спаслись. Нормально, живем. Так, ну и далее. Поражение у Рейхстага. Силы Черного Солнца с легкостью смогли сломить оборону Рейхстага. Теперь, пока солдаты добивают последних чиновников, лояльных бывшему правительству, Вильгельм Австрийский стоит посреди горящего города и видит, как его мечты исполняются. Но вопрос лишь в том, его ли это идеи. Может, за ними стоит кто-то другой? Может, зло все это время было в тени? Но сейчас эти вопросы не важны, ведь Вильгельм добился то, чего хотел. А именно, захватил Германию в свои руки. Теперь, когда силы Черного Солнца стали последней стороной, которая может взять штурвал германского государства, они схватят его всеми силами. Те солдаты, что сейчас сражаются за будущее своего государства, даже не представляют, за какое зло они теперь борются. Поднимите новый флаг. Черное Солнце захватило власть. Ну и экономика наша, да, германский дух не сломить. Короче, Вильгельм Австрийский, тот самый, который здесь у нас, в Керне правил, помните? В самом начале кампании было такое небольшое княжество. Потом он ушел под нас, он не стал сопротивляться нашему влиянию. Но, тем не менее, он теперь взял и получил власть. Значит, вот эти фокусы на Бисмарка, они все-таки закрылись. Очень жаль, потому что здесь и политвласть, и стабильность. Надо было забить на эту Австрию. Чего вот эти фокусы? Ну, здесь все равно два ста... А, три. Ну, в любом случае, я бы все бы это закрыть не успел бы. Потому что те ивенты уже выскакивали на Черное Солнце. А тут все по 30 дней. Ну, не успели просто. Бонус тут и политвласть, стабильность, скорость 3. Тут еще экономика, куча фабрик, еще бонусы, скорость 3, что на производство. Тут еще секретный протокол из Византии, восток или запад. Вот тут еще... Блин. Ладно, я не буду сейчас больше что-то смотреть. Ну, что получилось-то получил. Жаль, конечно, но на самом деле события очень стремительно у нас тут продвигались. И поэтому просто я не успевал все взять. Я даже фокусы на флот и на авиацию не брал. Потому что если бы я это брал по 49 дней, ну вообще бы здесь ничего бы не успели. Вот так вот у нас. А давайте возвращение дьявола пока не буду брать. Немножко вот это возьму, что ли. У нас локальная коррупция, теперь ее не будет полностью. Скорость 3, что немножко выдавать сюда вот. А потом там посмотрим, что будет. Потому что если это что-то серьезное будет с государством происходить, надо немножко экономику, я думаю, приподнять. Лишним это точно не будет. Хотя Германия победила в войне, но хочется спросить, а какова цена победы, если какие-то радикалы способны просто взять и захватить власть в свои руки? Или же они специально во время войны дали тем все карты в руки и просто ждали удачного момента? На эти вопросы уже никто не узнает ответа, ведь известное одно. Черное солнце восходит в центре Европы. Да, взойдет новый флаг. Опа, кинкайзер третьего поколения готов? Серьезно? Все-таки будут еще ивенты происходить? А я не изучал как раз. Хотя я уже думал взять и изучать. Вот просто 56-го года танк, там уже превышение заканчивается. И еще бонус к исследованию, я думал взять все-таки, но не надо, потому что вот, новый танк. И он круче вот этого. Взять тогда стоит двигатель, броню, и тогда я его поставлю. Ну, на самом деле, можно уже прямо сейчас его поставить. Давайте это сделаем. А что он из себя представляет? Ну, в принципе, и так неплохо. Только сейчас поставим ВПО. Тут надежный, смотри, сотки до 143%. Офигенный ВПО, так что берем его, который сейчас приподнимем. И давайте будем производить. Только здесь нужно... Ух ты, на хром теперь в больших количествах. Но по ресурсам нам уже, кстати, не нужно столько закупать. Телепальди тоже, и сталь. А вот хром, да, у кого? У Рима, давайте будем ему помогать как раз, продолжать. Только теперь закупать будем хром. Авиацию сейчас сделаю, и обычные истребители и штурмовики, давайте больше на них поставим. Как-то вот так вот. А, точно, здесь же гражданская война в России будет происходить. Проблемы накопились, и вот что произошло. А Лига спасения России появилась. А также Российский Южный фронт, Тюркский, Султанат и Дальневосточное государство. Сегодня в Москве состоялась пышная коронация великого князя Александра Романова, как нового императора Всероссийского Александра Второго. Он заявил, что готов с радушием принять новый виток отношений с другими государствами, а также открыт к политическим и экономическим предложениям. Правительство Германии сразу же признал Александра Второго, и в качестве легитимного правителя России, однако Константинополь не спешит с признанием этого режима. Ибо отношения между династиями Захариусов и Романовых сложно назвать дружелюбными в последнее время, хотя ходит слух, что был уже начат процесс улучшения отношений. С Российский это сильно сказано, но вообще как бы да, пока только Московье, сердце России и Смута. Ох, это еще не все. Эм, короче, значит, тут восстал еще и Новгород. Чаписты. Гутен Чапский. Амерю что-то. Не совсем какой-то террорский, я смотрю. Еще есть даже Санкт-Петербург. Грючаков. Международный мандат Санкт-Петербурга, а даже вот так вот. Ну давайте посмотрим. Ух ты. А у Александра что-то прям совсем по войскам не очень ситуация. Наше время пришло. Отныне каждый германий с этой частью Рейха. Теперь мы единый народ, который стал лучше всех остальных. Шахирующая новость приходит из Берлина. Боевые отряды Черного Солнца сначала арестовали все правительство Германии, а после подожгли Рейстаг. Сейчас на территорию Германии происходит переход власти в руки лидера Черного Солнца. По сообщениям с Германией, почти по всей территории страны происходит волнение и недовольство. Некоторые даже говорят о том, что видели формирование Красной Гвардии. Понятно одно, в Германии происходят ужасные события. Ромейская империя с союзник Германии уже высказала свои неодобрения этих событий. Но от союзных отношений она не отказывается. Но вероятно эти отношения изменятся в ближайшее время. Железом и кровью мы создадим истинную Германию. Государство Das Zweiterhehl. Это теперь такое название у нас? Ну да. Выполняем тот фокус. Восхождение Черного Солнца. Угу. А где этот фокус находится? Ах! Ох! Ты ж смотри, вот! Нифига себе! Еще новые фокусы. Ну давайте. Возрождение Германии. Слабость прошлых правителей нашей страны чуть ли не привела ее к гибели. Но благо мы успели спасти Германию и ее культуру от полного уничтожения. Наш любимый рейх-президент Йозеф Гиммлер подготовил первый указ. Данный указ уставит крест на монархии на территории Германии. А также запрещает любые монархические партии в парламенте. Подобные решения явно встретят много критики. Но разве мы можем дать власть одному кайзеру? Нет, это неправильно. Современное государство должно управляться аппаратом чиновников. А то, что фюрер столь же авторитарный и единоличный правитель, как кайзер, мы лучше умолчим. Негоже простому люду думать, как устроена власть. Победы над монархизмом. Все. Авторитарная партия распущена раз и навсегда. И стабильностью уменьшилась. В гражданской войне победил Новгород. Угу. Защитили демократию. А тем временем второй указ. А вот и поспел второй указ. Вся суть указа запрещает любые либеральные партии в парламенте в связи с тем, что либералов обвиняют в угрозе целостности государства. Также этот указ запрещает любую пропаганду свободы и иных институтов, которые противоречат новому режиму. Если мы сможем уничтожить либеральную мысль сразу, то нам не придется бояться восстания студентов и иных больноумных групп населения. Смерть демократии. И вот долгожданный третий указ. Главная суть которого запрет социалистических партий, объединения или вообще чего-либо, что можно назвать социалистическим. Наблюдая за тем, как социализм в соседних странах начал Великую войну, мы просто не можем допустить эту заразу у нас. У некоторых правительств и появились сомнения после того, как мы так резко решили отказаться от любого социалистического взгляда. Но приводят в пример неудачи социализма во Франции. Мы смогли сохранить их лояльность. Но вопрос опасности социализма все еще открыт. Он должен быть раздавлен. Где-то глубоко-глубоко в Германии Марс и Энгельс поднимают голову. Пока все в государстве были отвлечены тремя прошлыми указами, мы смогли незаметно для большинства узаконить рабство. Теперь все военнопленные и любые враги режима будут отправлены в лагеря, чтобы в будущем помочь нам построить новую Германию. Подобным решением мы сильно сэкономим на строительной силе. Хоть наличие рабов и чревато их восстанем, плохой работой или чем-то еще, пока человек хочет жить, он будет лизать в цепок своего хозяина. Нам предстоит работа показать этим недочеловекам, что мы их самоценим в жизни, то, что они обязаны любить наш сапог. И тогда нам не предстоит бояться каких-либо революций рабов. Разрешается рабство, получаем некоторые бонусы, но стабильность минус 35. Сейчас составляет она целых 2%. Итак, далее у нас еще вопросы. Авторитеты, армии, лояльности. Давайте насчет лояльности. С каждым шагом народ все ближе видит истинное лицо вашего режима. Рейх все ближе к своему концу. Наш режим очень молодой, поэтому надо быть осторожным в дальнейших шагах, иначе мы просто рухнем, как карточный домик. Сейчас мы стоим перед бездной, ибо нужно совершить еще сотни реформ. А время на это просто нет. Если мы позволим времени так же стремительно приближаться к полуночи, мы можем просто не успеть сделать Рейх самым могущественным государством. Сейчас нам нужно остановиться всего на несколько минут, чтобы определить оптимальный путь к укреплению власти. Согласно нашим шпионам, во многих городах уже появились отряды сопротивления нашему режиму. Хоть мы и спустили на них силы внутренней обороны, похоже, это сильно не помогло. Сможем ли мы пройти эту бурю, что наш Рейх просуществует еще тысячу лет? Будет открыта механика полуночи, в которой вам предстоит сохранять стабильность больше 50% до момента выполнения фокуса план О. Данная механика находится в решениях, в будущем хотят ее перенести в отдельное окошко. Так, стабильность режима 82. А, вот оно, поднялось теперь. Угу. Скорость роста стабильности 5% раз в 15 дней. Можно даже закрыть глаза на коррупцию, 250 политики стоят, но благо мы, кстати, ее накопили. А вот и последние часы Германии, 330 дней. Изменение стабильности режима, вот он добавится стабильность. Ну, в принципе. Вот еще вот это можно прожимать. Тратить улические ресурсы, например, это с этим можно, а что бы нет. Давайте. У нас их хватает. Продажи военных заводов, продажи фабрик. Давайте лучше закроем глаза на коррупцию. Во. Ну, политики много чего не потратить. И значит, сейчас исследуем еще большие самолеты. Надо создать серьезные бомбардировщики. Мы же там планируем баловаться, правильно? Как обеспечить лояльность наших чиновников, думал Ферер. Он обдумывал много вариантов. Запугать, подкупить, избавиться от нелояльных. Но все эти варианты имели те или иные минусы. Его главный союзник сказал, что самый легкий способ это просто подкупить нелояльных. Что на время просто сменит их в сторону. Но можно ли будет их всегда подкупить, вопрос уже другой. Правда, если смотреть на бюджет Германии, то подобное решение может еще как аукнуться. Невозможность успонсировать стабильность режима. Но если мы потеряем стабильность в самом начале, не будет ли это критично? Ферер очень долго метался от варианта к варианту. И в итоге пришел лишь к тому, что он может просто купить нелояльных сейчас. Либо в будущем просто от них избавиться. Но какое решение будет более верным? Давайте коррупция всему голова 200 политки отдадим. Это для нас не критично совсем. А 100 бы терять не хочется. Уптарами в принципе можно отдать, заставить офицера слушаться. Тоже давайте прожмем. Я доктрину уже все изучил, по сути. После того, как наш лидер сравнил перепись до военного и послевоенного периода, он пришел в шок. Как в его великом рейхе может быть столько стариков и инвалидов? Фюрер долго думал о решении этой проблемы, и именно сегодня ему пришла идея. Хм, кажется, я знаю, как решить проблему бесполезных кусков мяса в рейхе. Говорил он с жуткой улыбкой. Пока он это говорил, он бросил взгляд на солдата в своем кабинете. Эй ты, записывай. Постановлением фюрера начать охоту за инвалидами и стариками, которые не могут принести пользу государству. Что я под этим имею в виду? То, что любой гражданин, будучи либо стариком, либо инвалид, и мы не способны проложать работу или службу в армии подлежит ликвидации. После услышанного солдат еще некоторое время был смятен, и только спустя минуты-две смог с трудом ответить. Но мой фюрер... Ему явно было тяжело говорить. Мы не можем просто взять и провести такую зачистку. Как мы потом будем людям в глаза смотреть? Как смотреть? Да тут ты прав. Тогда назовем этот вопрос авторитета. Покажем народу, насколько мы решительны. На что мы способны ради его блага. С явной гордостью говорил фюрер. Солдат лишь молча кимнул и сразу же отправился передавать приказ. Пока он шел по коридору, в его голове так и метались мысли о том, что Рейх идет по дороге в ад. По Германии текут реки крови. Под итоговую зачистку попало примерно полмиллиона человек. Сегодня была начата работа нашей программы воспитания настоящих германцев. Теперь каждый германец в нашем государстве должен будет заниматься самосовершенствованием и восхвалением идей нашего лидера. Подобная политика может не понравиться многим, но мы используем всю интеллектуальную силу и Германии, чтобы избежать большого количества недовольных. Да и плюс, с каждым поколением наши идеи будут все глубже проникать в ум граждан, что также является положительным процессом. Правда, есть опасения, что мы воспитаем не лоялистов, а врагов нашему режиму. Но зачем так считать, если они есть будущее нашего режима? Правильно воспитывать будем с младенчества. После того, как в администрации нашего великого лидера начались переустановки по причине смерти прошлых кандидатов, Вильгельм Австрийский задумался о наследнике для своего ордена и государства. И кто бы что ни говорил, у него был выбор, а именно Маэстро Секунд. Один из самых верных последователей ордена, но он также один из самых нетерпеливых членов, поэтому его кандидатура остается сомнительной. Антон Виктор Австрийский, родственник Вильгельма, а также один из главных реформаторов ордена, который позволил от обычного тефтонского ордена перейти в Орден Черного Солнца. Йозеф Гиммлер, самый ярый последователь Вильгельма. Именно его идеи стали основой нового ордена. Правда, многие говорят, что администрация меняется именно из-за его действий, но кто знает. Сейчас выбор лишь за Вильгельмом, но многие опасаются, что выберут именно Гиммлера. Но также есть опасения, что выбор пойдет и на маэстро. Из-за всех этих споров стоит сделать лишь один вывод. Орден хочет видеть Антона Виктора наследником, но им станет Йозеф Гиммлер, потому что он выбран нашим фюрером. С каждым вздохом все ближе к полуночи. Интересно, а от чего это все зависит? Почему вот Гиммлера выбрали? Тут, может быть, другого выбрать? Это, может, как-то нужно было по-другому поступать. Но, в любом случае, сейчас и Гиммлер. Давайте. Кто-то сказал, что лояльности нельзя купить. Так вот, надо найти могилу этого человека и придать ее позору. Ведь сегодняшний день доказал, что взятка лучше друг лояльного офицера. Мы просто взяли и увеличили жалования многократно для всех солдат. Но это не просто повышение жалований, это деньги, за которыми мы не будем следить. Что может пойти не так? У солдат будут деньги на все их нужды, а у наших врагов просто не найдется денег перекупить их. Правда, есть опасность того, что кто-то из солдат служит какой-то там идеей. Вот это может стать проблемой. Но если учесть, что он будет окружен теми, кто лоялен нам, он вряд ли будет что-то предпринимать. У нас же много солдат с нашей идеей, а не с идеей наших противников. Ведь так? Так же. Вот и вышел манифест «Ты теперь германец». Теперь программа по воспитанию германцев является не рекомендацией, а законом. Каждый германец будет обязан воспитывать как себя, так и свою семью лояльности партии. А также показывать не словами, а действиями превосходства германской нации. Часть наших советников считает, что подобное отрицательно скажется на общественном мнении о нашем режиме. Но как это может быть? Ведь мы прямо говорим, что только германцы могут быть лояльны нашему режиму, что означает, что подобного гражданина надо вычеркнуть из списка германцев и вписать в список уберменьший. Лояльность должна быть превыше всего. Кто не лояльен государству, попадает в отдельный список. Из-за человека его считать не будут. Теряем политвласть, темпы исследования, ну стабильность плюс 10. Сейчас составляет 91%. Ну то есть, как бы проблем особо нету с этим падением стабильности. В последние дни в городах начали копиться недовольные, так что пора разогнать их нашими верными солдатами. Будет отдан приказ о начале военных парадов практически во всех городах, чтобы народ знал, что мы их уже не отпустим. Да и подобное решение будет явно не дешевым, но кто сказал, что у наших соседей в будущем не найдется денег, чтобы решить наши экономические проблемы. Сейчас мы должны сделать все, чтобы наши вооруженные силы чувствовали себя максимально комфортно и лояльно нам. Да начнется марш миллионов. А теперь добро пожаловать в ад. Враги называют наш режим схожим с адом. Вполне себе так может быть, но только для них. Истинный германец никогда не пустит врага себе в тыл, уничтожит врагов истинного германского народа, раз он навсегда не станет сочувствовать паразитом, живущим в обществе рейха, ни за что. Вместо этого он организует им самые настоящие дыр холли на земле. И с тем, как власть Черного Солнца все сильнее вонзается в тело бывшей Германии, многие соседние страны, которые свободно от их власти, начали ставить знак «Добро пожаловать в ад» на обычных и железных дорогах, которые направляются в Дас-Свайтен-Рейх. Эту инициативу начала армейская империя, которая после некоторых событий Великой войны старается все больше дистанцироваться от союзника. Правительство Германии дало четко понять, что все страны, которые считают их злодеями, в скором времени поймут, что в рейхе все отлично. Правда, с каждым днем новостей о жестокости военных и полиции на территории Германии все больше, да и количество лагерей для преступников растет, как грибы после дождя. После долгих приготовлений вся верхушка Черного Солнца наконец-то собралась в поместье фюрера. Каждый из них знал, какой риск им грозит оказаться в одном месте, но все было решено. Либо они начнут войну первыми, либо враг сделает первый шаг. Геббельс, опаздывайте. Со злостью сказал фюрер. Нам уже давно пора обсудить ситуацию в рейхе. По докладам, что я читал, можно сказать, что уроды из юнкеров и те красные ублюдки Маркса уже совсем потеряли страх. Ваш план уже готов? Антон Виктор осмотрел всех, кто находится, и сказал «Да, все готово», — сказал он с небольшой опаской, а после жестом попросил солдата занести документы. Солдат поспешно взял документы со стола рядом с собой и понес их ко всем. «Вот план 0». Как и его на... Солдат начал произносить название плана, но тут же был прерван фюрером. «План 0? 0, ты что, тупой? Я же дал четко понять, что мы не используем цифровые названия. Это блядская буква О!» Пока фюрер яростно говорил это, он ловким движением достал свой пистолет и сделал один выстрел. «Кто еще считает, что это план 0?» Но в ответ была лишь тишина. Все поняли, что вот она, точка невозврата. Сейчас ни одного из них нет шанса сменить сторону. Каждый, кто стоял в этом зале, уже понимал, что их путь закончится в аду. После фюрер сказал «Я так и думал». После чего уже вечер прошел в обычном формате. Все было посвящено событиям, которые скоро разорвут Германии на части и заставят брата поднять оружие на брата. Часы пробили полночь. «К сожалению, мы не смогли удержать всю власть в своих руках, поэтому было принято решение сконцентрировать наши силы внутри нашего государства, чтобы не потерять еще больше власти. Лучше сейчас будет отказаться от нелояльных союзников, чем лишиться власти от недовольных внутри страны. Убирая гарнизоны в своих союзных странах, мы, очевидно, лишаемся влияния в этих государствах. Но как только мы окрепнем, мы вернем каждый дюйм земли Рейха. Наши верные солдаты уже начали марш обратно. И мы очень надеемся, что они вернутся как можно скорее. Распускается Альянс. Наш вместе с Византией и остальными союзниками. Теперь вот эти страны, ну, те, кто были нашими маринетками, они ими остались. А вот Украина, например, стала независимой полностью. От нас. И от Рима тоже. Гражданская война в Германии. Новости из Германии полны печали. С учетом тоталитарного правления Черного Солнца, общество не смогло это терпеть и начало открытое противостояние с центральной властью. Сейчас Германия разделена на три лагеря, а именно социалисты под властью Маркса, Юнкера под властью Фридриха Третьего, ну и само Черное Солнце. По первым данным, все началось после того, как политика правящего режима в Рейхе потеряла стабильность из-за слишком радикальных реформ. Что же будет на месте Германии дальше? Подожди, я же удержал стабильность. Там было 100%. Чего? Я прям четко контролировал, до меня еще 67. А там было условие. Если до выполнения этого фокуса упадет стабильность ниже 50, то в стране начнется гражданская война. Вы видали, там же было больше 50. Намного больше. Империя все равно рушится. Черт. Черт, наши доблестные войска не успели вернуться с земель наших бывших союзников. К сожалению, теперь нам придется покинуть даже марионеточные государства. Ведь солдаты оттуда точно успеют в Германии, чтобы решить пару вопросов. Никто не думал, что наши враги столь многочисленны и сильны. Мы считали их шуткой, но правильно говорил наш фюрер. Надо было резать, резать, резать. Как свинее всех тех, кто не лоялен режиму. Сейчас нам будет тяжело, но мы вернем все, что нам принадлежит. Может, ты богеми, отделяйтесь. Знаете, может быть, оно и к лучшему. Что все именно так. Не нравится мне эта Германия. Очень не нравится. Вот и буря началась. Все стороны конфликта удали приказы наступать. Битва за будущую Германию началась. По сведениям, что есть у нас, мы все еще являемся самой сильной стороной. Но если враги решат объединить силы против нас, то шансы уже будут неравны. Наш генштаб предложил следующие варианты. Первое. Сконцентрировать свои силы на монархистах, чтобы как можно быстрее разгромить сильного противника. А дальше просто добить социалистов, так как угрозы в них мы не видим. Второе. Массированному штурму снести социалистов за пару недель. Чтобы у нас не было двух фронтов, и мы смогли спокойно сломить хребет монархистов. Выбор план очень важен, но просто войну еще объявляемся. Смотрите, можно пересесть за социалистов и за юнкеров. Ага. Так. А германскую империю. Фридрих Третий. Далее. Социалисты. Так. Хм. Давайте сейчас отыграем за все-таки Черное Солнце. Но вот, кстати, сейчас у нас пропадают все командующие и остаются вот. От Черного Солнца. Такие портреты классные. Ничего себе. Фига. Ладно, давайте поставим Вильгельма в три секунды. Навыки. Как я. Красавчик. Так. Объединяем. У нас и войска же, конечно, поудалялись. Так. Значит, давайте Йозефа и Гиммлера вот сюда. Вот. У нас, кстати, осталось очень много самолетов. А у Германской империи их нет. У социалистов, ну, где-то почти тысячи. У нас явно больше, так что давайте ставим. Еще будем разбираться. У нас тут четыре дивизии, и они должны будут оборонять Берлин. Давайте. Срочно идем вот сюда. Вот. Поехали. Так. По планам там сказали, а либо на этих, либо на этих сначала продавить. Но смотри, социалистам может быть проще проходить вот река вот эта вот неприятная. Может, пока сюда подбежим. Столицу этих Мюнхене. Плюс вот эти территории тоже надо будет захватывать. Это не так просто, так что лучше, наверное, все же социалистов сейчас поражать. Давайте так мы сделаем. У меня появилось время, кстати, чтобы наконец взять фокусы на авиацию. Давайте. Сейчас быстренько подбегаем. Вот таким вот образом. Стрелочку. И ох, ты ж нифига себе. А скандинавист сражается против наших соперников. Помогаешь, типа, или себе откусить что-то хочешь. Поехали сейчас быстро разбираться. Давим, в принципе, всех хорошо. Так. Работает авиация. И надо, кстати, вот так вот поделить и поставить вот сюда вот еще. Во. И вот сюда. Ну, проносим и всех просто налегке. Все, теперь вот сюда вот и атакуем. Это что такое? Ото фон Бисмарк, Германская Федерация появилась. Тоже тут возникло. Ничего себе. Возвращаем стрелочку. Продолжаем атаковать. Так, давайте Мюнхен. Скорее берем. И теперь, значит, на Данцик побежали. Ох, какие войска у нас быстрые. Офигеть. Я совсем забыл про это. Очень долго мы тут не воевали, разбирались в сюжетке. Так, ну, собственно, все. Да, а скандинавист себе даже ничего не забрало. Помогла просто нам и все. Может, это была ее цель, как бы. Ладно. Будущее социалистов, потом будущее Рейха и будущее Юнкеров. И явно на все не завидное. Александр стоял перед дверями в кабинет фюрера и размышлял, как ему поступить. Ведь сейчас он может остановить тирана или уже оставить все как есть. С одной стороны, убив фюрера, сегодня он сможет сам занять его место, чтобы остановить всю ту кровь и грязь, что делает Черное Солнце. А с другой, смерть лидера может вновь толкнуть Германию в гражданскую войну, что явно приведет к еще большим жертвам. Вот с такими мыслями он стоял последние секунды перед тем, как решил взять свой любимый пистолет. Выстрел. Александр все же решил взять свое оружие на эту проклятую встречу. Как только он зашел в кабинет своего фюрера, то сразу начал радостно его приветствовать. Но по лицу его было понятно, что это все наигранное дружелюбие. Ибо Йозеф ненавидел Александра, наверное, больше всех в Черном Солнце из-за его славянского происхождения. «Мой фюрер, вы меня звали?» С легкой тревожностью сказал Александр. «Да, я тебя звал». Йозеф смотрел прямо в глаза Александру, по ощущениям складывалось, что он пытался увидеть, что у того на душе. «Думаю, ты знаешь, что Черное Солнце не могло не заметить ваше невосхищение нашей Германией. Мне бы хотелось узнать почему». Фюрер все просто. «Когда я только становился частью Черного Солнца, мне обещали счастливую и крепкую Германию», — говорил уверенный Александр. «Я не могу поверить, что то, что вы сделали, является счастливой Германией». Полиция Йозефа его начала чуть ли не разрывать от злости. «Да как ты смеешь, щенок! Мы приняли тебя в семью!» С яростью орал фюрер. Также Александр заметил, что он что-то пытается достать из-под стола. «Я сделаю все, чтобы Германия была счастлива, а ты? Ты хочешь ее разрушить!» После этого он резко начал доставать свой пистолет, но Александр оказался быстрее. Раздался выстрел. И после него в кабинете остался лишь один человек. Хотя всем же понятно, что человек там был только один. Александр подошел к окну кабинета и посмотрел на те погромы, которые с такой легкостью допускал прошлый Владыка Рейха. Александр вздохнул. Его явно ждет тяжелая работа по исправлению ошибок. Это победа. Если это и победа, то точно Пирова. Нын начинается закат Черного Солнца. А Александр Никитич Сеславин станет лидером партии. Вот он, собственной персоной. Я надеюсь, вы все его вспомнили. Это же тот самый русский, который в начале нашей истории вступил в Черное Солнце. Он оказался здесь главным героем. Тьма отступает. Александр долгое время пытался придумать, как спасти Германию от террора Черного Солнца. Первой идеей стала реорганизация государства Черного Солнца в первую концепцию германского государства, которая была предложена в 1948 году. Сейчас главной задачей стоит написание конституции и отлов всех фанатиков Черного Солнца. Приоритет и упразднение ЧАЭС должен быть максимальным. Иначе они либо совершат переворот, либо вообще будет новая гражданская война. Все. Теперь у нас второе германское государство, и Александр становится уничтожителем Черного Солнца. После того, как были начаты массовые аресты солдат и фанатиков Черного Солнца, жизнь в Германии начала спешно возвращаться в привычный мирный темп. Да и быстро такого наследия не избавиться, но нельзя, чтобы оно вновь посеяло свои семена. Сегодня официально была представлена новая конституция. Теперь и навсегда Германия будет федеративной республикой, с выборами каждые шесть лет. Александр стал первым канцелером второго германского государства. Подобные преобразования явно не будут так легко приняты народом, который не знал иной жизни. Но теперь свобода вернулась. А значит, они имеют право сказать, что они недовольны. Но разве мы обязаны слушать тех, кто считает Черное Солнце добром? Пожалуй, лучше послушаем адекватную часть наших граждан. Мы свободны? Да. Эпилог. Хочу поблагодарить вас от всей команды АОтсен за то, что вы играли в наш мод. Надеюсь, вам было приятно играть за Германию, а также вы смогли найти то, что вас порадовало. В будущем мы продолжим увеличивать вариацию событий, а также расширять играбельный контент. Также хочется выразить надежду на то, что вы еще раз вернетесь к нашему моду и сможете порекомендовать его друзьям. Всего приятного и хорошего. С уважением, команда АОтсен Тим. Еще раз спасибо за игру и вам спасибо, разработчики. Блин, это было на самом деле вообще эпично. Честное слово, я не ожидал такого прям сюжета. Потому что, ну вот, тут были вот эти фокусы. Я думал, ну откроется там что-нибудь новенькое, но чтобы прям вот так вот, с такими поворотами и с возможностью выбора. Вот хочется просто откатиться и посмотреть, что было бы, если бы я решил поступить по-другому. А ведь разработчики, они будут все это дело продолжать наполнять контентом. Вот эти вот стороны гражданской войны прорабатывать. Насколько это все будет реиграбельно, это просто капец. Я бы сейчас бы откатился, другие варианты посмотрел бы в этом видео, но давайте я пожалуй это оставлю вам. Выйдут обновы, скачайте мод, поиграйте, сами рассмотрите другие варианты, потому что так будет для вас интереснее. Ну и мы скорее всего тоже вернемся к этому моду, думаю сыграть потом еще за Германию. Это неявно будет скоро, может. Несколько лет пройдет, Австрию уже обновят, нужно за нее сыграть. Потом сыграть за Германию, против обновленной Австрии. Ну и я думаю будет компания еще интереснее, потому что и контента будет больше, и постараемся сделать так, чтобы так легко не было. Потому что у нас получилось, что Великая Война проходила против одной Австрии, которая до нас, до начала этой Великой Войны устала, убилась об Скандинавию. Но с другой стороны, на самом деле, это ведь хорошо, потому что это означает то, что каждая партия будет уникальной, и каждый раз ты сможешь узнавать что-то новое, играя в этот мод, который я вам конечно же рекомендую. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео, оформляйте смотру, чтобы получить классные бонусы, а также играйте в мультиклерийной партии, или просто общайтесь на наших серверах, где скажите ссылки в описании. Ну что ж, с вами был Эвер, спасибо большое за просмотр, до встречи.